Работы у сотрудников Управления ветеринарии Брянской области с каждым годом становятся все больше. Животноводство в регионе планомерно развивается. Вместе с тем возрастает риск возникновения вспышек болезней, которые могут нанести колоссальный экономический ущерб и представляют опасность для здоровья человека. На еженедельном оперативном совещании о том, какие меры принимаются и основные цифры статистики. По голове крупного рогатого скота и производства говядины в сельхозпредприятиях Брянщина занимает первое место в Центральном федеральном округе и второе место в России. На 1 сентября в хозяйствах всех категорий крупного рогатого скота содержится 621 тысячи голов. 80% крупного рогатого скота – это мясное стадо. Кроме того, в хозяйствах региона содержится 17 миллионов голов птицы. Постоянно увеличивается поголовье свиней. Поголовье свиней в общественном секторе 860 тысяч 400 голов, которое содержится в трех агрохолдингах и в ЛПХ 27,5 тысяч голов. До конца текущего года на территории Брянской области планируется в рамках реализуемых инвестиционных проектов у Амиротор Куск к имеющимся 17 запустить еще три комплекса по содержанию свиней. С учетом ввода новых объектов, поголовье в регионе к концу года превысит 1 миллион голов. Главный враг животноводства – это болезни. Вспышка таких заболеваний, как птичий грипп или африканская чума свиней, приводит к полному уничтожению стада. Территория Брянской области в 2022 году остается благополучной по таким особо опасным заболеваниям, как африканская чума свиней и грипптиц. Вместе с тем, в 11 из 18 регионов Центрального федерального округа за истекший период 2022 года зарегистрировано 63 случая заболевания данных болезней. В ходе ликвидации очагов уничтожено более 45 тысяч голов свиней и более 300 тысяч голов птиц. Общий ущерб превысил 1 миллиард рублей. Главная задача всех служб – не допустить вспышек опасных болезней в хозяйствах Брянской области. Проводится анализ биопроб от диких кабанов и домашних свиней. Количество таких исследований в этом году увеличено в 5 раз. Приобретена специализированная санитарная и дезинфицирующая техника. Проводятся учения, контролируется популяция диких кабанов. Именно они – источник повышенной опасности для свиноводства. Губернатор заявил, что ветеринарная служба области и в дальнейшем будет получать поддержку из регионального бюджета, чтобы эффективно выполнять свои функции. Нужно, чтобы работала ветеринарная служба совместно со всеми нашими муниципалами. Они мне слышатся. И то есть любой случай, поддержа животного, особенно дома, он должен исследоваться на АЧС. Щепетильный исследоваться и вводиться в карантинную зону. Вы поняли, да? Потому что у нас плотность будет все больше и больше. Например, миллион будет свиней на конец года. Из всего там, что у нас в России, по-моему, производится 24 миллиона голов, содержится свиней на всю страну. У нас будет больше миллиона свиней. 24-я часть всей страны. Поэтому должны быть и жесткие требования, и меры, и ответственность всех наших служб, которые за это отвечают. Ряд болезней общий для животных и человека – это туберкулез, сибирская язва, бруцеллез и другие. Поэтому от эффективности работы ветеринарных служб зависит не только здоровье коров, свиней и кур, но и человека. Александр Новиков, Сергей Дюков, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Спасибо.